Рыжий с пятнами щенок мне принес свой поводок, и меня во двор позвал, я с собой мячик взял. Будем весело играть, он ловит, а я кидаю. Ребята с удовольствием читали стихотворение молодой ленинск-кузнецкой поэтессы Олеси Шмакович. Свои произведения девушка начала писать с 14 лет. После рождения в 2006 году племянницы увлеклась написанием именно детских стихов. Два года назад выпустила свою первую книжку-раскраску «Веселые зверята». Я приурочила презентацию к ежегодному конкурсу детских стихотворений «Все лучшее детям». Это такой конкурс, на котором воспитанники детских садов, первых классов читают стихи наших местных авторов. И поскольку на мероприятии были дети на конкурсе, то после мероприятия, соответственно, весь тираж разошелся моментально буквально. Сегодня мечта Олеси переиздать знаменитый сборник. Уверена, читателей среди подрастающего поколения найдется немало. Главные герои ее произведений – добродушные бегемоты, солнечные зайчики, дружелюбные щенки, слоники, сверчки. Как вы считаете, хорошо, что 2015 год объявлен годом литературы? Ну, конечно, хорошо. Дай бог, чтобы он был объявлен неформально, а действительно принес какие-то плоды и для авторов, и для читателей. В этот же день ребята познакомились с творчеством еще одной поэтессы. Нина Глушкова представила школьникам свои книги. Всего их восемь. У самой первой книги детских стихов «Ручеек» – юбилей. Ее Нина Глушкова выпустила 10 лет назад. Названия детских книг такие же позитивные. «Радужное поле», «Заиграло в небе солнце», «Добрый дождик», «Разноцветная река». Строки из этих сборников не могут не вызывать улыбку и умиление. Небосвод поднимается выше, на снегу исчезают следы, а к утру вырастают на крыше любопытных сосулек виды. Заблестит ручеем вдоль дороги, обернется водицей снежок и появится нежный и робкий на проталинке первый цветок. Или произведение про вполне реальную кошку, которая очень долго жила у поэтессы и также стала героиней очередного стихотворения. Я хочу, чтобы у детей было, во-первых, хорошее настроение, чтобы они искали себя в каком-то творчестве, проявляли и относились к нему более серьезно. И хочу, конечно, чтобы они полюбили книгу в первую очередь. В Ленинске-Кузнецком год литературы успешно стартовал вместе с позитивными добрыми строками и действительно солнечным настроением. Впереди еще много ярких творческих встреч, чтобы книга стала ближе.